Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы снимаем для вас очередной ролик. Мы стараемся их выпускать ежедневно и выкладывать. И сегодня мы хотим затронуть такие ваши вопросы. Вы часто спрашиваете, что нужно кушать для улучшения зрения? Таких вопросов по питанию поступает достаточное количество. Также мы возможно развеем сегодня миф про морковку для глаз и так далее. Возможно, вы скажете, что это правильно и нужно кушать. Мы перечислим разные продукты по питанию, обсудим общие принципы питания и зрения, как все это связано в организме. Это первая тема нашей дискуссии. Добрый день, Леонид Константинович! Добрый день, Настенька! Добрый день! Тот всех, кто нас смотрит, видят и слышат. Так что же нужно кушать для улучшения зрения? Вопрос не риторический, а, конечно, нуждается в ответе правильном. Этот вопрос вообще нужно всегда задавать любому врачу, терапевту, неврологу и офтальмологу. Некоторые говорят, а какое это значение имеет? Ну, глаз же сам по себе живет. Он живет, но не сам по себе. Он живет в организме, где очень важны все процессы. И кровоснабжение, и нервная регуляция, как мы говорим. Это обмен веществ, это жиры, белки, углеводы, минералы. Все то, что действительно и питает не только весь организм, но и непосредственно глаз, и ухо, и ногу. Но сегодня мы говорим о глазике. Ему очень важно, чтобы в организм поступали именно полезные и только полезные продукты. Я всегда на лекции, всегда привожу следующее. Вот представьте котел. Котел, паровой котел, на, допустим, электростанции или на корабле. И если в топку мы бросаем низкокачественный, низкокалорийный уголь, то на выходе мы не сможем получить достаточное количество пара. Этого пара не хватит ни на паровую машину, ни на паровую турбину. Я говорю, как моряк, механик в прошлом. Поэтому всегда эту аналогию. Значит, зависит все от того, что мы бросим в топку котла. Насколько уголь будет хороший, антрацит, допустим, качественный. Точно так же и в двигателе автомобиля. Если мы плохое топливо, туда, либо, допустим, бензин или соляр, неважно, вольем. Соответственно, мы будем видеть низкое снижение скорости, допустим, начнет чхать и так далее. Вот, пожалуйста, простой пример. Тогда вот такой вопрос. Лень Костильевич, а какая связь между котлом, двигателем и организмом? А вот прям прямая. Чем отличается наш желудок от топки парового котла? Ничем. Только там железо, а здесь биологическая ткань. Но принцип тот же самый. Поэтому, друзья мои, очень важно в топку нашего организма, а это желудок, только бросать то, что полезно. А все, что не полезно, желательно оставлять в стороне. Это первое. Это самое главное. На основании этого, естественный вопрос. А что такое полезное? Да, действительно, полезное питание. Вот все говорят. Мы на нашем сайте, в рубрике Домашний университет доктора Демского, целый список уроков, посвященных питанию. Такого в офтальмологической практике еще не было. Мы подключили в свое время 12 человек с разных кафедр. Это было 20 лет тому назад. И программу питания озвучили как основную, когда мы собрались для решения вопроса. Как грамотно посоветовать людям, чем питаться при глазных заболеваниях. Вдумайтесь, это ученые были, физиологи, патфизиологи, патологическая физиология. Это были терапевты и неврологи. Это были гигиенисты. И в результате мы создали великолепнейшую программу по питанию. И вы познакомьтесь, я приглашаю вас на странице нашего сайта Домашний университет доктора Демского в рубрике. И отдельно, кроме этого, на сайте материалы. Вы увидите, какую работу мы сделали. Поэтому мы, как спецы здесь, и гордимся этим. Мы не только выписываем капли пилюли, как большая часть врачей делает, а мы, кроме этого, смотрим, какова возможность помочь не только лекарствами, но и пищей, что очень важно. Вы большую работу проделали. Я сейчас не буду в нашей кратковременной такой передаче говорить о нюансах. Вы все это увидите сами. Только наберитесь терпения и, самое главное, желания. А вот тоже, если желания нет, ну тогда извините, приобрести над это желание. Итак, полезное питание. Мы часто говорим полезное или сбалансированное. То есть, другими словами, необходимо, чтобы организм получал ежедневно в должном количестве и углеводы, и белки, и жиры, и минералы, и витамины, и воду, и прочее, прочее, прочее. И это делалось бы ежедневно. Поэтому, как вы думаете, диета – это хорошо или плохо? Некоторые считают, что правильное питание – это включение диет. Что такое вообще диета? Это кратковременное, такое экстремальное ограничение в питании. Подчеркиваю, экстремальное. Нормальное это или нет? Если у нас должен быть баланс ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежегодовой и в течение всей жизни. Нет, это не нормально. Диета возможна только в том случае, когда там специфическая диета, когда какое-то заболевание. Например, гастрит, воспаление желудка и то. Разная диета, в зависимости от того, повышена кислотность или понижена. Вот здесь специальная диета. При диабете тоже специальная и при других заболеваниях. Это уже доказано, это уже внедрено во всех больницах. Эта система работает безупречно. Вопрос. А у спортсменов? Там нормально тоже, там специфическая диета. Но грамотные ученые, врачи четко сбалансировали питание спортсмена, потому что там большая энергетическая затрата, нагрузка на организм. Там все учтено. Вопрос. Скажите, пожалуйста, и меня часто задают вопрос. А вот Великий пост или Малый пост. Друзья мои, сначала, несколько минут тому назад я сказал, любой экстремальный, вот такой краткосрочный момент ограничения питания нарушает нормальные процессы в организме. Что это такое? Запомните, пищевой стресс. Любое, любое вот это кратковременное нарушение, в том числе и пост, ведет к стрессу. А затем, когда заканчивается такой пост, после этого мы все едим, 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 едим. Объедаемся. И второй стресс. А потом еще пьем. Тоже стресс. Поэтому сплошной стресс. Вот этого делать не надо. Какие продукты, когда мы говорим правильное питание, необходимые? Прежде всего, мы должны говорить, какие не должны. Или какие должны, неважно. Вы все это увидите в интернете, на стрессах нашего сайта. Значит, первое. Начнем с хлеба. Мы часто смотрим картину. Ребенок лежит, жует. Смотрит в мобиле бесконечно. Жует хрустящую белую булочку. Ой, какая прелесть. Супер. Мама рада. Ребенок рад. А еще мама принесла ему какой-нибудь фастфуд. Допустим, из Макдоналдса. Ой, хорошо. И тут же не вставая, он грезет, 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 жует, жует, жует. После этого у него вот такая вот-вот-вот мордочка, вот такая попа, что быть не должно. Поэтому надо начинать. Вот мы сейчас говорим в отношении хлеба. Самое простое. Мы все идем в магазин. И первое, что есть у нас хлебушкой, нет. Поэтому от белого хлебушка, от булочек желательно отказаться. И надо всегда есть цельнозерновой хлеб. Куда входит, прежде всего, это цельное зерно с оболочкой, подчеркиваю, когда обрабатывается зерно, чтобы оболочка осталась, клетчатка, чтобы зародыш остался. Там минералы туда входят, витамины. Это все входит в этот хлеб. А как его увидеть? Ну, во-первых, на этикетке надо посмотреть, если там указано. А вообще, в принципе, для простоты. Если он чем чернее, тем лучше. Это такой простой выбор. Значит, только из цельного зерна. Кроме этого, надо избегать продуктов, которых очень много сахара. Кроме этого, это торты, например, пирожные. Я хочу добавить, извините. А? Я хочу добавить, во-первых, хочу сказать, что подытожить вашу часть, которую вы говорили, что полезное питание и сбалансированное питание, это образ жизни человека, а не временная какая-то диета, которая будет две недели длиться, а потом наступит объедание или что-либо. То есть, человек в течение жизни, он живет и правильно питается. То есть, это является его образом жизни. И по поводу сахара. Я еще хотела бы уточнить, что многие люди, наверное, до сих пор этого не знают, что стало даже удивлением для некоторых моих знакомых, что сахар используется в таких продуктах даже как кетчуп, в таких продуктах как газированные напитки. Даже сейчас есть обычная газированная вода с лимоном, например. И когда состав данной газировки читаешь, в составе сахар на втором или третьем месте находится. То есть, казалось бы, прозрачная газированная вода с лимоном или с малиной или еще что-то. Делают даже такие моменты. То есть, сахар сейчас не только в продуктах питания, как вот раньше тортик, пирожное, что-нибудь сладенькое. А сахар также присутствует и в других продуктах. Поэтому нужно быть аккуратнее и смотреть все-таки, где он имеется. Совершенно верно. Вот, Настенька, ты упомянула кетчуп. Совершенно верно. Если мы возьмем ложку кетчупа, в нем находится 4 грамма сахара. Да. Вот, пожалуйста, простой пример. Вот то, что ты озвучила на... Да, лучше, например, тогда кетчуп заменить какой-нибудь аджикой домашней или еще чем-то, где уже будет на 4 грамма сахара меньше. Да, или учесть математически. Коль мы съели... А, мы уже съели 4 грамма. Поэтому надо учесть, когда норма, ну, в пределах 30 грамм. Или, например, скажем, 5 грамм соли. Желательно, конечно, при приготовлении пищи, желательно обходиться без соли. Это желательно. Кроме этого, надо знать, что трансжиры, это нехорошие жиры, они вредны для организма. Поэтому, когда мы берем, покупаем какой-то продукт, надо учесть. Вот маргарин желательно не употреблять. Там, где есть трансжиры, вот этого надо избегать. Значит, вареная, допустим, запеченная, лучше, чем жареная пища. Поэтому это надо все учитывать. Возникает сразу вопрос. У меня задают вопрос. Ликосич, а вот смотрите, сбалансированное ваше питание, мне нравится, когда мне это ваше сбалансированное. Потому что, мол, я вам навязываю в дом именно это. Да, навязываю. Так вот, сбалансированное питание, оно же будет дороже, чем, допустим, несбалансированное. А вы посчитайте. Конечно, проще всего купить, допустим, фастфуд, конечно, или сосиски. Дать ребенку радостно. Он все это съест. И так изо дня в день. Не надо маме готовить ничего, классненько. Все, все довольны. Правильно это или нет? С точки зрения воздействия на организм ребенка? Нет, конечно. То есть он в избытке получает все то, что не должно быть в избытке. Оно должно быть, но в норме. Но маме проще. Поэтому вот эта простота затем оборачивается болезнями. Запомните одно правило, что это, вот, я бы так сказал, сбалансированное питание, это инвестиция в здоровье и экономия на нас, на врачах. Не надо к нам ходить часто. Зачем? Сохраните здоровье. Здоровый образ жизни должен быть главным. Поэтому, когда мы думаем, что купить, надо смотреть. Потратьте время. Изучите все продукты хоть один раз в жизни. Вы никогда этого не делали. Войдите в магазин и посмотрите состав всего. Возьмите. Только не поленитесь. Это очень важно. Потому что Настенька правильно сказала. В отношении минералки. Посмотрите, что входит туда. Что входит в соки. Ту же самую фанту. Или кока-кола. Посмотрите. Вредно будет вам или нет. Вы можете сами определить. В отношении воды. Тут разные мнения по этому поводу. Но, по крайней мере, кто говорит, для мужчины 3 литра. Для женщины 2 литра. Но желательно 2,5 литра. Да. Не просто воды. А надо учитывать. Вот как мы сахар в кетчупе определили. Точно так же здесь. Мы можем борщ съесть. А там тоже вода. Мы можем добавить сосиску. Что нежелательно. Но там тоже вода. Поэтому, в данном случае, все это присовокупить. Математически. И вычислить. Сколько мы потребляем воды. Нужна вода. А без воды, извините, не туды и не седы. Как в песне. Поэтому вода нужна обязательно. Рыба. Семечки. Орехи. Очень важно. Очень плохо. Когда некоторые говорят о том, что «Ой, а мой ребенок не любит творог». Творог в обязательном порядке. Кисломолочные продукты обязательно. Обязательно кефир. И чтобы не получать «Ой, я не хочу». Надо хотеть. Мы уже говорили о том, что «Ребенок не должен носом крутить». Мама положила, значит, надо съесть. Но и мама не должна носом крутить. А часто папы крутят, мужья. Так вот не надо создавать проблему ни тёще, ни жене. Надо выбрать классно меню прямо за столом. Сели всей семьёй. Что мы сегодня будем делать? Что будем есть? Давайте сегодня рыбный день. Все рыбу. И чтобы не получилось. А я не люблю рыбу. А вот этого быть не должно. Своим примером папа и мама должны показать, что рыбу надо есть. И только тогда, когда непереносимость организма, допустим, это ну не переносит организм что-то. Вот это тогда, да. Тогда не надо настаивать. Поэтому в данном случае может быть непереносимость пищевая. Это надо учитывать. А так чаще всего просто крутят носом. И получается, что маме нужно учесть, ага, то-то или не то-то не любит муж, а тут сын, а дочка тоже что-то. И у мамы квадратная голова. Это сколько надо иметь разных ингредиентов в холодильнике, чтобы учесть запросы всех. Вот этого не должно. Четко всем сегодня у нас рыбный день. Завтра мы все будем молочные. Или что-то там, супы и так далее. Каша очень важно. То же самое полезно. Другими словами можно многое говорить. Но самое важное, чтобы вы сделали впервые серьезный шаг в оздоровлении своего организма. Не за счет наших медикаментов, которые мы выписываем все. И терапевт, и невролог, и эндокринолог, и офтальмолог. И все, все, все. Ухо-горлонос тоже нет. А чтобы все учитывали нюансы. Я думаю, что мы полноценно раскрыли вопрос питания и рассказали людям, что любая диета, которая соблюдается, это всего лишь временный. Возможно, эффект какой-то она и даст, но скорее больше вреда принесет, чем пользы. Поэтому правильное питание желательно поддерживать в вашем образе жизни. что я могу подытожить, что желательно отказаться от такого продукта, как хлеб, либо заменить его на цельнозерновой. Также можно отказаться от сладкой газированной воды. Она не такая уж важная в нашем рационе питания, скажем так, и не приносит совершенно никакой пользы и никакого удовольствия. Заменить его можно такую сладкую газированную воду на любой компот и будет достаточно неплохо на чай. Тоже имеет место быть. Также пить побольше обычной простой воды. Я думаю, что еще полезны фрукты, овощи. Я думаю, что все. Даже нет смысла перечислять, какие конкретно. Вот. фрукты могут заменить сладкие какие-то вещи не сильно полезные. Так что тема питания раскрыта и я хочу еще затронуть одну тему, которая также касается нашего образа жизни в целом. Это спорт. Всеми любимые, так как каждый раз задают вопросы, точно надо спортом заниматься. А сколько спортом заниматься? Конкретно 20 минут или больше или 30 минут? Поэтому расскажите, пожалуйста, как спорт влияет на зрение, как его вписать в наш образ жизни? Тема физической нагрузки нами поднималась неоднократно и тем не менее тысячи вопросов. Лень Костеньевич, а вот у меня катаракта, близорукость, каким видом спорта? Что касается близорукости, мы даже выпустили такой материал, где четко показывают, при какой степени близорукости каким видом спорта заниматься надо. Да, это уже кстати отдельный вопрос, я вам хотела его задать, спорт при уже глазных заболеваниях. То есть у нас просто часто врачи любят ограничивать сразу в спорте, что тоже у нас как врачебная ошибка идет. Совершенно верно. В рубрикации. Например, ребенок 12, 13, 14 лет, он тоже подросток, а ему пишет доктор исключить физические нагрузки, а у него близорукость, допустим, в минус 2, медиак-3. Доктор совершает преступление, потому что на первое место надо фактически не лекарство, а именно спорт, физическая нагрузка для улучшения кровоснабжения. Как только мы начинаем заниматься спортом, через несколько минут увеличивается кровообращение в 8 раз. Глупый доктор для улучшения кровоснабжения напишет, выпишет кучу лекарств, а умный подумает, стоп, а зачем ребенка пичикать лекарствами и травить его, потому что каждое лекарство имеет еще и обратную сторону еще и приносит пред. Может быть нужно заменить чем-то, да, а в данном случае физическая нагрузка, но если перед доктором и свой ребенок или своя мама, он начинает доктор думать, поэтому друзья, прежде всего относитесь к каждому пациенту как к своему ребеночку, как к своей маме, как к своей бабушке, и тогда по-другому будете думать. Так вот, физическая нагрузка на первое место. Тот, кто ведет сидячий образ жизни, на 8-10 лет меньше живет. Запомните это. Жизнь в постоянном движении. Вот что интересно, стукнуло, хорошее такое слово, иногда, ой, Лейкарыч, мне стукнуло 45 лет, тут недавно у него был пациент, пациентка была, стукнула, да, и мне сказали поменьше двигаться, лежать. Правильно, так можно лежать до хробовой доски. Поэтому первое, в чем дело, почему вам сказали, что у вас? Заболевание, что, позвоночника или сустава, что у вас? А на самом деле у нее, она обратилась, у нее макулодистрофия, ну, это заболевание внутри глаза, заболевание сетчатки, говорили по этому поводу. И вот тут я сразу даю вопрос. Скажите, пожалуйста, влияет ли питание наше на появление любой болячки? Конечно, влияет, естественно. Значит, соответственно, болезнь сердца, болезнь сосудистая, болезнь ног. Я говорю простым языком, ненаучным. То есть, другими словами, появление заболевания, таких как катаракта, очень часто, близорукость, макулодистрофия, когда изменение на сетчатке, это в большом проценте от того, что мы в течение всей жизни нарушали обмен веществ. Ученые давно это уже обратили внимание. Вот говорят, катаракты, доктор, я не знаю, но в принципе, действительно, какие причины катаракты? Причины есть, там эндокринные и так далее, и так далее, там целый список. Но в целом, в целом, нарушение питания влечет за собой появление обязательно, причем, появление первичных таких звоночков заболеваний. Есть первичная профилактика и вторичная профилактика. Первичная профилактика, когда мы должны делать все, чтобы не заболеть. А вторичная, это коль мы уже получили какую-то болячку, какая-то поломка произошла, что-то поломалось в организме, и нам надо остановить развитие. Это уже вторичная профилактика. Мы сейчас говорим и о тривичной, и о вторичной. Вот представьте себе сердце. Сердце это основной насос, который качает кровь и разгоняет по всему организму. в каждый маленький кусочек отдаленный от сердца он должен донести этот орган, донести порцию крови. Как вы думаете по закону физики, ему легче от уха кровь к себе вернуть? Потому что все же возвращается к сердцу. Кровь от уха или от пятки? Конечно, от пятки. чем выше человек рост его, тем сложнее сердцу кровь присосать, чтобы понятно было, потому что кровь идет к сердцу и от пятки, конечно. Что может помочь в этом случае сердцу? Второе сердце. Многие не знают, что это такое. Это мышечно-венозный насос, о котором мы великолепно показали в своем сайте. В разделе компьютерная эргономика. Посмотрите. То есть, другими словами, когда мы идем, наши мышцы работают и сдавливают вену. Кровь должна, соответственно, по закону физики, устремиться вверх и вниз, а внизу клапан, невозвратный клапан. Кровь пошла-пошла и остановилась вниз. Она пошла только вверх, в сторону сердца. Кто помог этой крови? Мышцы, которые сдавили вену. А когда мышцы работают? А когда мы ходим, когда мы стоим. Вот когда я уже говорил в какой-то передаче, пенсионеры часто забегают и быстренько ищут место, где здесь. Нет, нет, голубы, пенсионеры, стойте и не ждите, когда вам освободят место. Наоборот, особенно в троллейбусе, в автобусе, да, ты перемещаешься, все мышцы работают, работают, они помогают сердцу, и сердцу легче качать. Поэтому в данном случае всю жизнь надо заниматься, заниматься и заниматься физически. Каждый день. Поскольку, ну, разные мнения по этому поводу, тут в зависимости от состояния, ну, коль у тебя первичная профилактика, ты еще ничем не болен, к примеру, ну, как минимум полчаса до пота, чтобы не получилось так. А я сегодня позанимался, вышел на террасу, например, или на балкон, подергал вот так вот чуть-чуть ручками, ножками, все, позанимался и галочку поставил. Нет, это не занятие. Полчаса до пота, после этого в душ и начинаешь жизнь в течение дня. Все остальное неправильно. Мнение в данном случае должно быть одно заниматься до пота. Если речь идет о каких-то уже приобретенных болезнях, это вопрос другой. Тогда вполне возможно исключаются какие-то наклоны головой вниз головы, но в любом случае это уже конкретика. Мы сейчас с Настенькой говорим о принципах что надо. Первое, как можно больше физически работать. Это должен любой человек в любом возрасте и получается так часто в жизни к сожалению, что чем больше уже тебе лет, меньше двигаешься, а тут наоборот надо. Собственно надо и детям, это понятно, но я говорю сейчас о пожилых, как можно больше двигаться. И вот наблюдаю такую картину, подъезжает дама, ну лет 60 ей, а я смотрю напротив, она подъезжает на машине и хочет где-то стать поближе, поближе к магазину. Она ездит, ездит, не получается, да, после этого она, я слежу, что же она делает, она отъезжает, и мест нет, и она встала, и я не поленился, пошел, посмотрел. Значит, она поставила за квартал место было, поставила машину, пошла к магазину. Вопрос, а если бы место было, конечно, она стала прямо бы у входа в магазин, нет душечка, поставь машину за квартал и ножками семени к магазину и оттуда тоже. Вот это должно быть. Поэтому в данном случае физическая нагрузка должна быть в обязательном порядке. Она должна быть альтернативой чему? Правильно, уколу, таблетке, капсуле. Это альтернатива. И чем больше мы двигаемся, тем дольше живем. Все верно, нечего добавить. Поэтому очень важные два вопроса мы сегодня рассмотрели. Это питание и спорт. Куда уж важнее, я даже и не представляю себе. Ну, а что касается спорта, мне просто кажется, что с возрастом все становится ленивее и ленивее двигаться. вот оно так и получается. Но, тем не менее, нужно держать себя в руках и стараться хотя бы побольше ходить. Вот. Сейчас очень популярно 10 тысяч шагов в день делать. Совершенно верно. Поэтому хотя бы столько шагов в день сделать и то уже минимум, скажем так, для здорового образа жизни. вот. Поэтому мы сегодня обсудили такие важные вопросы, как питание и спорт. На этом, я думаю, что мы закончим сегодняшний ролик, а в следующем расскажем еще море полезного. Да, 20 тысяч шагов и будете жить на 3 года. 20. Я говорю 10, Леонид, значит, давайте 20. А я говорю 20, чтобы 3 года. Там 2 года, а здесь 3 года. Хорошо. Все, тогда я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всех вам благ. Удачи!